Что у нас? Наступила весна, да? Да. Вот я бы хотела узнать, как ваше настроение? Чудесно. Годро. Когда солнце хорошее, настроение сил, как-то жить хочется. А когда зима... Как будто зима она едется, это что-то. Давайте так, отложим все наши проблемы ЖКХ. У нас где-то обидели в троллейбусах, в автобусах. Никогда не отложили. В магазинах нас там не так встретили. Все остальное. Вот давайте возьмем ощущения от природы, от воздуха, от вообще вот таких... Птицы поют. Весны. Да. Птицы поют, заливаются. Все равно разная погода. То снег, то снег, то снег, то снег. Конечно, надеюсь. Нет, вот смотрите, у нас в этом году с вами была зима. Зима была что? Бесснежная. Да, почти что. Вот. Потом что у нас было еще? Что? Во основном было тепло, да? Да, вы давали, конечно, холод за ими, но было в основном у нас тепло, да? Но вот если мы сравним, предположим, январское, в январе было тепло, да? Даже 1 января было тепло. Хоть и туман был, но тепло. Но, вот смотрите, в воздухе, вот этого весеннего, да, воздуха, в принципе, он не ощущался. Даже в феврале еще тоже теплые дни, а воздух не такой, да? А вот сейчас воздух какой-то весь прозрачный, да? Потом что? Какая вот эти переливы птиц. Сейчас дырозные поют, и синицы поют, места себе столбят, да? И все это можно услышать. Потом что мы можем увидеть? Сейчас цветы цветут, да? Можно на них уже даже полюбоваться. И кропусы, и пролезки. Вчера даже, знаете, что увидела? Фиалки, лесные фиалки уже. Да? Я была настолько удивлена, и настолько это радует, особенно, знаете, как солнце подсвечивает. И дожди прошли, вот это солнце, снег, дожди, вот это вся пыль, вся пыль, этот весь нанос смылся. И, конечно, зрелище бесподобнейшее. И вчера, представляете, вот эта вот листва молоденькая на этих фиалках, яркая, зеленая, все, и фиалочные стоят. Это просто, она просто, знаете, душа, как говорится, радуется. Конечно, когда сна пробуждается. И вот у нас сегодня с вами наше мероприятие называется «Все визны, дыханием согрета, все кругом и любит, боемся». И вот я хотела бы узнать, вот я даже принесла вот здесь вот такие карточки, но, зная наши проблемы, короче говоря, значит, называю вам просто-напросто цвета, вдруг кто-то не увидит. Значит, фиолетовый, коричневый, серый, черный, зеленый, красный, желтый и синий. Вот скажите мне, пожалуйста, оцените свое настроение вот по этим карточкам. Ну, красный – это радость, правда? По этим цветам. Нет, вот такой, давайте не то, что там, вот, просто вы выбираете, какой бы цвет вы себе выбрали для своего настроения. Вот обозначение сейчас, в данный момент своего настроения. Какой выберете? Еще раз смотряю. Красный. Желтый. Вот Алексей Васильевича жёлтый. Я красный. Я красный. У Веры Васильевны красный. Семеновна. Голубой. Синий. Там не синий. Голубой синий. Фиолетовый, черный, коричневый, серый, зеленый. Зеленый, да? Еще кто такой? Красный. Красный. Красный, фиолетовый, да? Но если погода поменяется, я тоже поменяю цвет. Нет, давайте дело в том, что есть такой тест. Люшера, который проверяет это психоэмоциональное состояние. Я вам говорю, что психоэмоциональное состояние зависит на данный момент, и держится оно где-то примерно 3 месяца у человека. Потом оно идет на спад, меняется, понимаете? Или оно улучшается в лучшую сторону, или может даже пойти в минус, то есть ухудшится это настроение. Но, в принципе, вот 3 месяца это определяется, вот в данный момент определили там, да? И еще, здесь вот вы знаете, я часто и густо с вами, когда провожу музыкотерапию, да? Я использую методику Эйкина, и часто мы слушаем музыку. Такой психотерапевт Эйкин, он очень хорошо играет, очень хорошо подбирает все эти композиции мелодические. И вот он этот тест Люшера усовершенствовал, он его художественными, насытил его произведениями такими, знаете, как, мало того, что там музыка, значит, идет, потом каждому вот выбирают цвет, любой различный, и затем еще выбирают картины, которые подобраны там, и выбирают еще животные. И вот по вот этим ассоциациям делается обзор вот этого психоэмоционального состояния человека. Ну вот могу сказать, я его лично делала, просто-напросто, попадание, ну, 85%, так вот, если это самое. Но, в принципе, оно совпадает. Через 3 месяца оно что? Меняется. Потому что бесконечно у нас это настроение не может. Либо в хорошую, либо углубляется в форму. И вот я вам хочу сказать, чтобы, значит, вот не быть голословной, вот, сейчас я вам ваше настроение даже озвучу. Смотрите, значит, вы выбрали, у нас в основном 2 человека, 2 или 3 даже человека, да, выбрали красный цвет, да? Это, смотрите, хочет свободы от проблем и отдыха этот человек. Точно. Так, фиолетовый кто выбрал? Никто фиолетовый. Нет, вы синий, да, выбрали? Клавдия Васильевна. Клавдия Васильевна. Вы синий. А я синий, да? Хочет гармонии, покоя и привязанности. Это синий, да? Это синий. Синий хочет гармонии, покоя и привязанности. Это мы синим. А вот смотрите, выбираемый афоризм к этому синему цвету, это небо в чашечке цветка. А вот если вы выбираете красный, красный у нас несколько человек тоже выбрали, это энергия, действие для успеха. И потом желтый, кто-то, а, желтый Алексей Васильевич выбрал, хочет изменений и надежда на будущее. Алексей Васильевич. Да, точно. А я просто говно. Так, зеленый, зеленый, кто у нас выбрал? Да, Наталья Васильевна выбрала зеленый. Это реальное восприятие мира, и волевые действия принимаются для этого. То есть вы реально воспринимаете мир. Вот сказали же, хорошо дела, особенно, как вы сказали там? Лучше всех. Лучше всех, да, лучше не спрашивайте, да? Лучше не спрашивайте. Так, черный у нас не выбрал никто, да? Коричневый у нас тоже никто не выбрал, и серый тоже не выбрал. А не темная тона, как это видно. Ну, в общем, можно сказать, что в депрессивное состояние вы у меня не впадаете. Держитесь, молодцы, на плаву, на поверхности. Как говорится, плывем дальше. Львем дальше. И сейчас я вам хочу, знаете, что, в общем, прочитать такое стихотворение Бориса Пастернака. И в этот же момент мы с вами послушаем, на фоне этого мы послушаем с вами еще и музыку. Эта музыка, значит, я из сборника медитативных, но здесь классическая музыка. Сейчас Шопен будет, всем говорю, но он там сборный. И Шопен, там и Натюр, и его, и Иртюр. И на этом фоне мы прочитаем стихотворение Пастернака. Называется стихотворение Пастернака «Март». Солнце греет до седьмого пота и бушует, одурев овраг. Как у дюшей скотницы работа, дело у весны кипит в руках. Чахнет снег и болен малокровием, в веточках бессильно синих жил. Но дымится жизнь в хлеву коровьем, и здоровьем вышут зубья вил. Эти ночи, эти дни и ночи, дробкопели в середине дня, кровельных сосулек худосочья, ручейков бесочных болтовня. Настежь все, конюшня и коровник, голуби в снегу клюют овес, и всего жилитель и виновник пахнет свежим воздухом навоз. Продолжение следует... 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 Вот сейчас это, я считаю, Шопен самое хорошее, у нас что 10 часов утра, по сути дела, пробуждение, и вот эти вот, это утренние мелодии, там подборка идет музыки, но вот я считаю, что Шопен больше всего как бы подходит для такого вот начала. И вот я вам прочитала, что вот именно Бориса Пастернака, и вот смотрите, даже вот эта вот последняя строчка мне очень понравилась, пахнет свежим воздухом, нет, ну да, ну пахнет свежим воздухом навозом, это насколько надо вот погрузиться в это весеннее настроение, да, чтобы, значит, озвучить даже это. Не, ну мы городские, коренная, мы держали коров, действительно выкинешь, он как-то пахнет воздухом, такого навоза резкого нету, а вот травы не все. Вы понимаете, как я вам говорю, ну навоз, конечно, всегда он пахнет вроде навозом, все, ну а здесь, вы понимаете, вот эта вот бушующая природа, что вот Капель, все это дип-деревь ему написано, да, описано, и вот здесь уже то, что уже дошел, как бы поэт выразить, что бы все, что уже и пахнет свежим воздухом навозом, завершение даже. Ну а сейчас мы с вами еще, я вам прочитаю, Данте Алигери и его сонеты, у нас же о любви идет, да? Да. И я сейчас это прочитаю, но я еще вас хочу попросить, вспомните, пожалуйста, кто помнит какие-то стихотворения о весне, о любви, я от вас хочу услышать. Да, я знаю, я знаю, на кого я смотрю. Я видела кошачью любовь, вот хожу к знакомому, у нее там такая кошка красивая, когда это бывает? Весной. Весной. Мартовские коты. Да. А кот такой пышный, желтый, с белым, ну такой прям фраер, что ты это, красавица, она пушистая, пушная, такая мармурская. С мартовских у нас тут, это с февральских, да, начинаются у нас, а сейчас мартовские коты? Да, да, да. Тоже можно посмотреть, да? Да. Ну кто-нибудь вспомнил какие-нибудь стихотворения, нет? Хорошо. Даже те, которые… В школе, да? Даже в школе, а почему бы и нет? Кстати, все то, что в школе мы помним, да? Да. Самая лучшая церковь памяти. Хорошо. Ну вот я вам хочу прочитать его из Санетов. Все полосны мне о любви твердят, но как они не схожи меж собою. Одни влекут своею добротою, другие министрово грозят, одни надеждой сладостно дарят, другие взор не раз темнят слезою. Лишь в жалости, согласная тропою, стремит их страх, которым я объят. За кем идти? Увы, не знаю я. Хочу сказать, но что сказать – не знаю. Так средь любви мне суждено блуждать. «Когда же со всеми мир я заключаю, то вынужден я недруга призвать Мадонну жалость защитить меня». Это вот Данте Алигери, его Санеты. Еще я вам хочу еще одну. Не раз теперь средь дум моих встает то тяжкое, чем нелюбовь бывает. И боль ко мне становится. И вот я говорю – увы, кто так страдает. Едва любовь осаду поведет, сметенно жизнь из тела убегает. Один лишь дух крепится, но и тот со мной за тем, что мысль о вас спасает. В тот миг борюсь, хочу себе помочь. И мертвый, бессильный от страдания, чтоб исцелиться с вами встреч ищу. Но лишь добьюсь желанного свидания. Завидя вас, но сердцем трепещу. И жизнь из жил опять уходит прочь. Вот такие стихи. Это, между прочим, бессонеты. Вы знаете, что они состоят из четырех куплетов. Четыре из четверостишья маленьких. И получается, что сонеты. Еще я вам хочу такое. Гильям Шекспир. Лгут зеркала, какой же я старик. Я молодость твою делю с тобою. Но если дня изобразят твой лип, я буду знать, что побежден судьбою. Как в зеркало глядясь твои черты, я самому себе кажусь моложе. Мне молодое сердце даришь ты. И я тебе свое вручаю тоже. Старайся же себя оберегать. Не для себя хранишь ты сердце друга. А я готов, как любящая мать, беречь твое от боли и недуга. Одна судьба у наших двух сердец замрет мое и твоему конец. Я вижу почему-то за артиста, помните, передавали, что жили вместе и что не перенес смерти своей жизни. Буквально скончался следом за ним. Какой бывает это часто? Нет, про Кокщиков нет. Там и режиссеры здесь говорили, и артисты. Насколько вместе жили. Да, у Касаткиной тоже. Да, у Касаткиной тоже не могли пережить. Потери друг друга. Настолько сроднились. И вот говорят, жить и умереть в один день. Умереть и умереть в один день. Так вот действительно случается. А сейчас я хочу сейчас еще одну, чтобы вы послушали, чтобы настроение у вас улучшилось. Хотя оно у вас меня радует. По вашему роду световому. Прямо радует. Честно могу сказать. Вот, давайте послушаем стихотворение. Ну, хочу послушать. Вот нам и радует. А кто видел какие-то, вот скажите мне, пожалуйста, вот для природы какие-нибудь. Вот, что вас порадовало? Вот вы могли увидеть что-то, поделитесь, пожалуйста. Вот, ну, шли где-то гуляли вы, в магазине шли, на прогулки где-то, как будто вы в гости, может быть, ходили. Что-то радостное. Я на двор вышла. Палисадники. Вот эти крокусы, да? Ага. Ну, у нас слепой занимается этот Володя Зобов и жена его Зоя. Ну, он бедная, руками все. Ну, красивенькие, вот такие вот небольшие. Ну, разного цвета. Ну, до того красиво, вот как ковер. Так мне вот промобрано, значит, весна все-таки. Как бы ни была зима, а весна. Весна, да. И сейчас иду вот по двору, я через дворы хожу уже. Вот эти ранние желтые нарциссы ранние. Уже бутоны близко подошла. Вот такой бутон. Ну, единственное, что. Март, конечно, да. Ну, март, он как всегда такой очень обманчивый, да. Несмотря на то, что уже наступила и какая биологическая весна, да. И астрологическая весна наступила 21-го числа, да. Но все-таки март и зима как бы свои позиции вроде и сдавать не хочет. Вот мы с вами увидели, да, какой снегопад. Но передали опять похолодание. Да. И здесь вот с завтрашнего дня, как объявляют, будут дожди. И опять, что температура опять понизится, да. То выше, то ниже. Не знаю, я насколько правда, я слышала, я хожу вот к знакомым, и мне сказали, март, Вера, и апрель будет вот так. То тепло, то холодно. Вот эти два месяца. Вы же можете представить, что если Пасха 5-го числа, да, то похода все равно пока как-то не в канала. А бывает и в мае вначале. Снег идет. Ну, у нас и морозы были в мае. Угу, да. Или в июне. Я столько помню. Мороза, когда все красное ходило. Мороза, да. Так что, возможно, у них тронус. Тем более зима теплая, мягкая была. Зима была теплая, мягкая. Но еще, знаете, вот все эти приметы, которые сейчас, насколько климат поменил, до какой-то степени изменился, да. Да, да. И приметы, которые есть, да, вот можно было раньше, которые наблюдали, они что, не совпадают? Не совпадают. Не совпадают. Не совпадают. Если вот сравнить, вот были, значит, там и Василий Капельник, и все, что вот август должен быть душным. В этот день шел дождь, да. И потом, значит, что лето должно быть теплое, по идее. Вот какой был едоха 14 февраля какая? 14 марта. 14 марта едоха была. Вот едокия, значит, вот какая погода на едокию, тут, значит, будет такое лето и полностью и весна. Ну что же обещали? И зиму холодную. Да, обещали холодную. А теперь я слышала, что лето обещают жалко. Ну опять обещают. Мы с вами посмотрим. Мы с вами посмотрим, какое будет лето. Да. Не даром же говорят, мордок не оставить без мордок. Да. Радуют уже и листочки распускаются. Да. На смородине. Я хочу, знаете что, сейчас вам дать послушать музыку. Но вот смотрите, она тоже идет, это инструментальная музыка, музыка из кинофильмов, по сути дела. Но она тоже служит как релаксация для отдыха, для успокоения, для нашего эмоционального настроения. давление музыки. Кто догадается, а потом не скажет откуда. Из какого кинофильма. 11? Велохустникова, Костолески, Дегеран 43. Послушайте музыку, очень красивая музыка. Костолески, Дегеран 44. 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 у них этот кусочек по-моему не тронутый до скачки что были весну детьми ходили как там было интересно все в лесу вот сейчас еще остался но там знаете как вот это вот по тропе здоровья вот мы туда часто с нашими выходим мало мало но единственно конечно пьян туда трудно спуститься там достаточно крутая дорога дзержинского там проще найти можно и там знаете вот эти вот родники конечно это там и михайловский хотя холодный чуть повыше вы же где памятники когда это холодно было там михайловский родники и вот конечно там знаете послушать вот это журчание воды и потом вот это все таки леса птиц там очень много бывает потом там папоротники вот скоро уже в мае где-то мае-июне появятся папоротники но говорят на троицу говорят увидеть что ходят это как угодно надо но это на кабинета есть да что в девяносто ночи летущий папоротник значит это что к счастью да ну да это счастье я вам советую вот если кто рядышком живет то вот с дзержинского можно зайти туда чтобы не спускаться по этим крупным тупенькам а вот насладиться природой там очень красивые деревья вязать и стоят очень красивые вот и сейчас мы с вами еще послушаем я на фигурнице работала ты надо воды не было с кастрюлями ходили там красиво выложено порожками и вот в роднике мы брали воду но там что-то чудное как там красиво но сейчас красиво будет и на этом и в татарке вот на этом татарском роднике сейчас уже вот деревья распускаются которые еще должны были уже начали уже начали листочки что смотрят туда-сюда на скорой зацветет начнутся что черепушек холота черемухи да но там сейчас нет но там сейчас знаете как там природа то есть на там сейчас вот эти вот монастыри а сейчас я попрошу одну вещь на брюков сколько палочки там это сама вот можно можно даже поддержит палочки можно с палочками кто просто так себе вот я хочу чтобы вы собрались собрались и на самой сожмите руки так прям чтобы они у вас напрыгане сожмите а шлость чтоб gets косточке стали дедушки вот просто напросто сожмите настолько вот насколько вы можете со сметилом okay очень сильно да пр fracture в общем вы почувствуйте что выって не руки от плечи даже к плечам чтобы у вас пошло вот это напряжение Oregon а вот querik set童ом которые вы сжали модели школам а чтобы у вас напряжение пошло вот полностью к плечам сожмите и вот немножко зафиксируйтесь в этом состоянии чуть вот подержите вот такое напряжение а теперь разожмите резко в кулаке разжмите резко рубля вот сбросьте вот это все мотив даже не негатив я просто хочу показать как мы собственно говоря ходим с вами вот вот это зажатость наша вот это вот наша постоянная зажатость смотрите как мы с вами ходим вот я вам просто покажу даже я даже по себе я вот это знаю как и контролирую просто напросто себя что мы делаем мы зажимаемся да вот забейте когда вы идете по улице что у вас идет вот это зубы сжаты в основном зубы у нас сжаты губы тоже у нас прижаты да мы не буду за ела и мы что ну редко кто-то или дышит и на сжатость идет это потом что мы делаем мы не идем ровно да мы не идем ровно вот это вот расслабленная такая походка у нас что мы вот все скукоржились вот они все и что подались вот сюда вперед и вот все равно мы вот это чешем с палочкой или с чем угодно это вот все доходят просто напросто уже вот я наблюдаю я за собой наблюдаю это плохо нам осознают признаете какая зажатость у нас всех наших вот этих вот систем на политике мы на четвереньках должны чтобы позвоночник стоп нас не болит не забывайте что мы с вами как мы состоим физическое тело и еще наши вот эти вот все тела которые которые мы как бы не видим но они никуда не деваются они есть и собственно говоря то что происходит у нас физическом теле потом она никуда не девается у нас она россии боится вот это наша энергия как говорится россии то по периферии нашего вот этого суп она и вот эти все наши болячки все которые отмирок от эмоции которые вы не проигрываем не до самой дают нам потом последствий вот эти вот наши поляки на физическом теле так что вот смотрите я уже мне даром дала вот это вот сжаться да вот мы вот в таком состоянии вот этих сжатых пружин находимся вот а когда мы с вами что сделали вот расслабились мы даже почему тут вы знаете почувствовали такое знаете вот расслабление пошла вот здесь вот пошла волна вошла такого расслабления знаете вот если хорошо расслабились то это волна будет идти смотрите от этих рук вот лишь ничего не сделали по идее от этих двух она идет вот сюда груди а дальше она поднимается голове и волосы у вас начинает на голове но вот ощущение что у вас волосы на голове шевеляться если хорошо расслабились после этого до мурашки можно сказать или как поднимаются что-то у вас там появляется это значит вы хорошо расслабились я для чего это я хочу чтобы сейчас немножечко вот в таком состоянии расслабить посидели чуть-чуть прикрыть глаза и сейчас вы попадете я вам хочу сделать представьте такой теплый хороший день что вы попадаете на берег это надо кресло можно абсолютно на стуле на стуле на стулу надо ровненько чтобы она у вас была не не гордитесь кто и я так и я так молодость парень у нас только своих проблем несмотря на то что она вот так вот летает во сне летает это свою карту что-то свое каждого свое просто каждый должен вот за собой просто контролировать себя немножечко что как мы идем как мы еще вот я вам еще раз повторяю когда где-то кто-то что-то что-то вам сделал что вы должны это надо выпустить все расслабиться нет сделать выпустили все наружу не оставлять это все в себе любыми путями пришли домой начали какую-то действие действие чтобы вот это вот все у вас это зажатой вы же это все вышло понимаете она остается в наших мыслях мышцы реагируют мышцы сжимаются а потом это отток энергии нашей и его дальше у нас пошли болячки болячки сердечные и и печень и все тому подобные обиды я вам говорила что каждая вот это все она на определенный орган что определяется правильно это всякая наша эмоция остались не воспринимать и как-то сильно на себя не брать если что пошло куда-то дальше что-то делать с вами все кстати я вам говорила когда вы в автобусе находитесь да помните да если вы сели в одно место да что мы делаем в автобусе сидим сидим как ноги надо скрести ну они скрестили ручки что сделали скрестили ручки скрестили и сидите расслабившись дальше а если там толпучка ну вы же сидите ну что а тебя там прижали вот так и на глотунку поставили еще да ладно я поеду я поеду было всяко я уже не поеду но знаете главное не то что надеть на себя купол надо да и надеть на себя правильно какой-то такой купол но главное это тяжело нет раньше я всю жизнь ездила далеко работала я ездила и легкой выдавливали ну в принципе сейчас вот если троллейбусы они сейчас у нас что если честно троллейбусы у нас в основном свободные да единственное что не уступают что не уступают места всем не уступают всем места это можно никак молодежь не уступать отвернется и сидит а это как будто дрова вы хотите посмеяться это вчера мы это обсуждали значит что заходят в автобус да и там вдруг ну вот моего возраста освобождают место и первое знаете и у меня тоже не могу сказать что со мной не в порядке мне место уступили да что так плохо выглядишь что мне уже место уступили на чужой возраст поколись да понимаете что я так уже побывайте на это обидно представляете насколько это нас приучили к этому насколько у нас так культура наша идет что если даже вам уступают место в школе то нас учили старше уступать а сейчас никак не учат еще раньше нас учили вчера смотрели пусть говорят как учительница учила детей это вообще что то мы раньше ничего такого даже не слышали а это вообще что она там нет ну здесь я могу сказать одну вижу как педагог с большущим стажем на 25 лет я вам могу сказать педагог остается педагогом 24 часа и понимаете если ты работаешь с детьми то ты не имеешь права преподавать никаких вот таких вот танцев или давать это все в интернет выкладывать конечно не имеешь права если ты педагог значит если ты преподаватель в классе учитель вы знаете за вами все следят вы идете по парку и вы не знаете надо идти в таком состоянии чтобы четко себя оценивать чтобы потом тебе же твои же школьники твои же ученики не сказали а вот мы вас видели а мы вас видели а сейчас тем более везде есть что у нас телефончики у нас есть фотоаппаратики у нас есть чего хотите и засняли вас в любом исполнении а потом это где-то прокрутили и ваш авторитет упал на что ниже и так не считаются разве не упал авторитет наоборот поднялся ну нельзя понимаете ну нельзя не подавай эти танцы где-то там для 18 но не даром сейчас пишут даже во всех передачах 18 16 0 плюс да правильно это же не просто танцы конечно ну и давайте начнем да у нас не было до 16 и старше до 16 нас не пускают правильно нас это очень конечно не пускают